Вот уже две недели интервью Меган Маркл и принца Гарри остается одной из самых обсуждаемых в прессе тем. Своё отношение к нему уже высказали многие знаменитости, а прокомментировать обвинения королевской семьи в расизме, они прозвучали в интервью из уст Меган, пришлось принцу Уильяму. Резонансным стал и эпизод, в котором Маркл рассказала о своём конфликте с Кейт Мидлтон. Между ними произошла небольшая ссора перед свадьбой Меган и Гарри, когда женщины не смогли сразу договориться о времени повторной примерки платья для принцессы Шарлотты. Напомним, что в прессе тогда писали, что Меган довела Кейт до слёз. Сейчас же супруга принца Гарри рассказала, что на самом деле эта Кейт довела её до слёз, потом герцогиня Кембриджская извинилась и прислала цветы, а журналисты вывернули ситуацию наизнанку и представили Меган в невыгодном свете. Более того, Меган призналась, что просила Букингемский дворец вмешаться и указать на эту клевету, но ей отказали в поддержке. И вот теперь стало известно, что обо всём этом думает сама Кейт Мидлтон. Инсайдерская информация с британским журналом ОК. Поделилась журналистка Кэти Никол, которая регулярно пишет о королевской семье. Она отметила, что Кейт никогда не хотела, чтобы в прессе появлялись какие-либо предположения её о разладе с Меган. Кейт очень сдержанная и уважает личную жизнь. Вы никогда не услышите о её ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к другим, так что распространение этой истории было тяжёлым моментом. Кейт чувствовала, что инцидент уже исчерпан, поэтому было унизительно возвращаться к нему снова, рассказала Никол. Сама Меган в интервью положительно отозвалась о Кейт, назвав её хорошим человеком, и призналась, что простила её. «Я думаю, что многое из того, что я видела, — это идея противопоставления. Но если вам нравится Кейт, то вам не нужно меня ненавидеть», — сказала тогда Меган. Конфликт в британской королевской семье, который усугубился после интервью принца Гарри и Меган Маркл, похоже, далёк от разрешения. Члены одной семьи по-прежнему разочарованы поступками друг друга. Так, сегодня стало известно, что принц Уильям очень расстроен тем фактом, что его брат поделился подробностями их телефонного разговора, который состоялся не так давно. Напомним, что обнародовала этот факт вчера телеведущая Гейл Кинг, которая дружна с Меган Маркл. По её словам, она позвонила ей и Гарри, чтобы узнать, как они себя чувствуют после интервью о Пре Уинфри, и узнала о разговоре Гарри с отцом принцем Чарльзом и братом. Кинг отметила, что, как ей сказали, этот разговор не увенчался успехом. По словам источника в Entertainment Tonight, принц Уильям глубоко огорчён решением Гарри и Меган вести частные семейные разговоры с журналистами. Тот же источник также отметил, что герцог Кембриджский, который яростно защищает свою жену Кейт Миддлтон, был недоволен тем, что Меган Маркл упомянула её в интервью. Напомним, что речь тогда шла о размолвке между Кейт и Меган, которая случилась незадолго до дня свадьбы последние. Тогда женщины не смогли договориться о дате примерки платья для принцессы Шарлотты, и якобы Кейт вспылила. Так этот эпизод описала Меган в интервью. В прессе же тогда ситуацию представили совсем в другом свете. Британские таблоиды написали, что это Меган довела Кейт до слёз. В интервью Маркл отметила, что Миддлтон тогда извинилась перед ней, и она простила её. Но у герцогини Сосекской остались претензии к Букингемскому дворцу, который проигнорировал её просьбы остановить клевету в её адрес в прессе. Тот факт, что Меган снова публично обсуждала тот эпизод, расстроил и саму Кейт Миддлтон. По словам инсайдера, герцогини Кембриджская посчитала унизительным тот факт, что её родственница снова вернулась к давно исчерпанному конфликту. Ещё на прошлой неделе принц Уильям признался журналистам, что до сих пор не поговорил с братом принцем Гарри после его скандального интервью, которое он дал вместе с Меган Маркл Апре Уинфри. Прошло чуть больше недели, и наконец беседа состоялась, о чём стало известно благодаря другу герцогини Сосекской Гайлу Кингу. Он рассказал в эфире CBS This Morning. «Недавно я звонил им, узнать, как они себя чувствуют после всего этого. Это правда, Гарри поговорил с братом и отцом. Я бы описал это так, переговоры получились непродуктивными. Но они хотя бы рады тому, что этот диалог начался. Как признавался Гарри в том самом интервью, после его отречения и переезда в Америку принц Чарльз перестал отвечать на его звонки. В какой-то момент он перестал отвечать на мои звонки, но всё равно я считаю, что в этих отношениях есть над чем поработать. Я немного разочарован его реакцией, потому что он в своё время прошёл через нечто подобное. Он знает, что такое боль. Арчи – его внук. Они знают только то, что знают, или то, что им говорят. Но в то же время я всегда буду любить его, несмотря ни на что, и я пытался ему объяснить, что происходит. Один из моих главных приоритетов – попытаться наладить наши отношения. По крайней мере, первый шаг на этом пути сделан. Как будут дальше развиваться их отношения, покажут время и расскажут инсайдеры. Меган Маркл, рассказавшая о тяготах жизни в королевской семье, и вправду страдала в Британии. СМИ пишут, что герцогиня оказалась в золотой клетке. Когда её мама Дория Регланд приехала погостить после рождения сына Арчи в мае 2019-го, Меган не выпускали даже на кофе с родным человеком. Об этом рассказала Амит Скоби, соавтор биографической книги про Меган и Гарри в поисках свободы, пишет The Mirror. После рождения первенцы Меган и Гарри поселились в коттедже Frogmore House, что на территории Виндзорского замка. С того часу герцогиня Сасекская фактически стала заложницей четырёх стен. Девушки запретили выходить из дома старшие члены королевской семьи, придворные советники, поскольку теперь её изображения повсюду. Мама Меган Дория Регланд приехала помочь Меган первое время с малышом, но очень быстро покинула Британию, сказав дочери на прощание «ты застряла здесь». Тем временем французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» разместил на обложке карикатуру, ставшую отголоском недавнего интервью Мегана при Уинфри. На нём нарисована королева Елизавета II, которая со злобным видом давит коленом на шею Меган Маркл, а подпись гласит, почему Меган покинула Букингемский дворец. «Потому что я не могла дышать». Интервью Меган Маркл и принца Гарри, которая вышла в эфир на американском канале CBS 7 марта, стала самым обсуждаемым за последние несколько дней. С того момента популярность принца Гарри упала на 15 пунктов, а Меган Маркл на 13 пунктов. Опрос среди британцев проводила платформа YouGov, результаты которого приводит Daily Mail. Самой любимой представительницей большой королевской семьи остаётся Елизавета II. Она нравится четырём из пяти человек, а это 80% всех опрошенных. Согласно исследованию, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон также остаются очень популярными. Положительные отзывы о них оставили около трёх четвёртых британцев. Напомним, что в скандальном интервью Меган Маркл заговорила о расизме в Букингемском дворце. Королева пообещала провести расследование по этому случаю, а принц Уильям на днях отметил, что в их семье нет расизма. Букингемский дворец передаст сторонней юридической фирме расследование жалоб сотрудников о поведении герцогини Сасикской Меган Маркл, пишет журнал Times. Это ещё больше осложнит отношение пары и Букингемского дворца. По словам источников, из-за расследования могут проявиться самые худшие инциденты. В то же время у королевы Елизаветы 2 убеждены, что расследование не должно быть публичным. Предположительно, герцог и герцогини Сасекские не будут участвовать в процессе. Напомним, в недавнем интервью Апре Маркл заявила, что во время её беременности сыну Марчи во дворце ходили разговоры о том, насколько тёмной будет кожа ребёнка после рождения. Кроме того, Меган призналась, что её преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых стало давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ. Подробно в материале «Граната в королевский дом» интервью Меган Маркл. В феврале стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка. Пол рассекретили во время интервью с опрой Уинфри. В начале лета у них родится дочь. По данным агрегатора букмекерских ставок от Щикар, герцоги сасекские могут назвать дочь Дианой в честь мамы принца Гарри. На этот вариант приходится более 40% всех ставок. Другие возможные имена уступают с большим отрывом. Среди вариантов – Аллегра, Алиса, Камала. Не исключают букмекера и имя Елизавета. Напомним, что Меган и Гарри воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнится два годика. В ноябре прошлого года экс-актриса призналась, что минувшим летом у неё случился выкидыш.